Всем доброе утро! С вами я, Оля, и вы сегодня у меня в мастерской. Итак, сегодня 12 февраля, понедельник. А что это значит? Это значит, что буквально один денек нам остался до самого романтичного, самого богатого на эмоции, чувства, признания праздника Дня Святого Валентина. И сегодня у нас с вами будет влог в мастерской, посвященный этому празднику, а точнее подготовке к этому празднику здесь, вот в условиях цветочного магазина. У меня сейчас, вы пока не видите, здесь все завалено цветами. Мне только что привезли мой заказ, причем привезли его не весь, будут довозить еще завтра, поэтому еще завтра я тут буду очень активно работать. Но вам я сейчас предлагаю поставить лайк и будем начинать. А начать я сегодня хочу с самого часто задаваемого вопроса. Очень часто, когда вы меня смотрите, когда я делаю какой-то букетик, обрезаю цветочки, вы задаете мне вопрос, какой у вас секатор? И давайте поговорим буквально чуть-чуть о том, какой секатор должен быть у флориста. Вот это мой самый любимый секатор. Он со мной 3 года. Это тот секатор, который я сразу себе купила и которым я 3 года пользовалась абсолютно каждый день. Это секатор для обрезания виноградной лозы. Он отличается тем, что у него, видите, как у ножниц, такие абсолютно тоненькие лезвия. На самом деле мне было с ним комфортно, мне было с ним удобно, но, к сожалению, пришло время с ним проститься, потому что он уже даже не закрывается. Вот если вы видите, я его закрываю, он уже не закрывает. Он не режет, он уже просто жует стебель. И как бы мне не было печально, в этот год, в этот сезон я вхожу с новым секатором. Как же выбрать секатор? Ребята, знаете, самое основное правило? Для меня секатор для флориста это как лучший друг. Как вы выбираете лучшего друга? Вы выбираете друга, с которым вам комфортно, который вас поддержит в любую минуту, который будет рядом с вами, и вам будет с ним хорошо. Точно так же по этим же принципам выбираем и секатор, потому что для флориста секатор, еще раз повторюсь, это лучший друг. В этот раз я объехала много магазинов. Сразу говорю, секатор я выбираю в обычных строительных магазинах, либо в магазинах, там, в садовые центры, как есть у нас в Беларуси. Я не покупаю секаторы в специализированных флористических магазинах и складах, потому что я не вижу смысла переплачивать только за то, что там бренд какой-то, и на самом деле, поверьте, разницы никакой. Большой-большой был выбор секаторов. Как я выбираю? Первое, что я делаю, это из всего ассортимента выбираю то, что вот мне просто понравилось, как девочки. После того, как я выбрала несколько тех секаторов, которые мне просто понравились внешне, я начала держать их в руках и просто смотреть, насколько он легкий, насколько он легко сжимается, насколько мне будет с ним удобно. Вот такой вот секатор я выбрала себе для дальнейшей работы. Это фирма Fiskars, или Fiskars, я не знаю. Сейчас вам скажу, кто их делает. Made in Taiwan. Он недорогой, очень красивый, он очень легкий. Для меня действительно самое важное в секаторе было, чтобы он был легкий, потому что я сама такая маленькая, миниатюрная, и когда я беру в руки секатор, который очень-очень тяжелый, у меня быстро очень устает рука. А сами знаете, секатором мы работаем постоянно. Когда вот такие привозы, как сегодня или 8 марта, ну, надо, чтобы было комфортно. Почему я сегодня заговорила на тему секатора? Дело в том, что моя помощница, девочка, которая со мной тут работает, она левша. И я никогда не думала, что может быть такая проблема, выбор секатора для левши. И вообще, стоит ли выбирать секатор для левши, может быть, подойдет и для правши. На самом деле, ребят, особенно для владельцев бизнеса, пожалуйста, имейте в виду, что нельзя ни в коем случае, чтобы обычным вот таким вот секатором пользовались и левша, и правша. Вы по-разному держите этот секатор в руках, и у вас просто изогнется лезвие, и вы просто не сможете дальше с ним работать. Произойдет это очень быстро, и вы просто выбросите его. И это очень обидно. Поэтому я изучила этот вопрос. Мне было интересно, есть ли секаторы именно для левшей. И вы знаете, они есть. И я нашла, и я также приобрела такой же секатор. Это та же самая фирма, искорс. Очень-очень легкий. Также вот здесь у нас есть этот стоппер, и спокойненько можно им, он хорошо пружинит очень. Еще раз повторю, подбирайте обязательно секатор под руку. Это важно. Иначе вы просто будете все время их менять. Что по цене? Вот эти секаторы были по 27 рублей белорусских. То есть и один, и второй. Соответственно, чтобы вам было понятнее, давайте сейчас переведу в доллары. Это где-то 13,5 долларов. Ну, а дальше вы уже по своему курсу считаете, и приблизительно будете понимать, сколько они стоят. Значит, сейчас будет очень шумно, потому что я внутри холодильника, здесь работает кондиционер, и очень холодно. Кстати, и меня видно. Привет. Значит, давайте, поехали. Что у нас приехало из классического ассортимента, пока с чем могу поделиться. Красная роза, здесь 90 сантиметров. Это Придом Эквадор. Вся роза, которую я буду вам показывать, это все Эквадор. Далее два вида. Мондиаль. Это белая Мондиаль и пинг Мондиаль. Обожаю ее. Она очень редко бывает на складах, но посмотрите, какая у нее шикарная расцветка. Само собой, Эсперанца приехала моя любимая. Ну, она розовая, нежная. По-моему, на 14 февраля она подойдет. Палома. Я, правда, хотела с витнес, но с витнес не приехал. Я думаю, что еще в другом складе я успею съездить подобрать. Микс кустовой розы. Это кенийская розочка. Чуть-чуть еще есть вот такой беленькой розочки, но у меня еще будет альба. Приедет еще. Вот здесь вот у меня еще кофейная розочка осталась со старого привоза. Я ее распродам. Сейчас, наверное, пониже ценник поставлю на нее. То, что вы видите, это, наверное, процентов 30 моего заказа на 14 февраля. Так, дальше. Само собой, микс герберы. Поехали сюда. Что у нас здесь? Отпивается альстромерия, белая эустома. Еще заказывала розовую, сиреневую, но пока только белая приехала. Брасика. Смотрите, какая симпатичная, беленькая. Очень красиво смотрится в букетах. Ирисы. Ирисы тоже жду еще белые. Гиперику. Чуть-чуть маленькой беленькой герберки. Чуть-чуть мелких ранункулусов. Хочу еще взять крупных ранункулусов. Хано или клуни. Вот такие сорта. И ассортимент здесь тюльпанов. Красные, розовые, разные. Сразу тюльпаны заворачиваю большими букетами, потому что иногда бывает, что приходит такой клиент, который готов купить все и сразу. И тогда сразу просто достаешь эту вазу и продаешь. Если хотят несколько штук, то просто достаешь. Смотрите, вот здесь вот у меня, видите, сейчас, 56 штук. Видите, маленький такой листик. Очень удобно. И, например, я отсюда 5 достану, я быстренько карандашиком напишу 51. И таким образом я все время контролирую, сколько у меня в этом букете будет тюльпанов. И для тех людей, которые захотят взять весь букет, я буду уже сразу видеть, сколько там их. И мне не надо будет пересчитывать. Зелень, ну, само собой, эвкалипт, разные сорта. Тут ее вот много, видите, ведерки. Лимониум, статица, чуть-чуть взяла петаспорума. Еще хризантема, гвоздика. Еще гвоздика будет у меня флористическая, я ее называю, флористический микс. Там такие нежные цвета. Еще шабо будет. В общем, еще будут цветы. Пока что только вот эта часть заехала ко мне. И хочу, знаете, что вам еще показать? Как бороться, да, с ломом, как бороться с какими-то остаточками цветов, но которые еще хорошего качества, еще их не спишешь, но уже и продать невозможно. Смотрите, какие вещи мы придумали. Вот сейчас на 14 февраля решили попробовать, посмотрим, пойдет у нас или нет. У меня вот такие стеклянные баночки от свечечек остались. Я туда положила кусочек оазиса, закрыла все сизалем, чтобы не был виден зеленый оазис. И просто вот у меня была отломанная розочка Фридом из нового привоза. Просто вот поставили мелкие кусочки в калипс. Смотрите, вот такая вот маленькая валентинка в такой баночке получилась. И вот также здесь у меня из эстромерии, из кустовой розочки, гвоздичка. Вот такие вот малыши. Они совсем недорого будут стоить. Я все разные композиции делала, но вот такие именно мини-валентинки, вот такие малыши, пока их не было. Что вам еще рассказать, о чем мы еще должны поговорить, о ценах, наверное. Поставка пришла по таким ценам, что я даже не знаю, как вот сейчас расценивать товар. То есть наценку стандартную для цветочного магазина я уже давно не ставлю, я уже давно пытаюсь снизить. Сейчас так я даже не знаю вообще, как наценивать. Потому что если ставить нормальную наценку, то я никогда в жизни не продам ни один цветок. Очень это коснулось хризантемы, розы. То есть те цветы, которые я там привозила, грубо говоря, допустим, да, по рублю, сейчас пришли по 2 рубля. Очень, очень, очень для меня это болезненно, потому что у меня клиент привык к определенному уровню цен и делать сейчас такой резкий скачок я тоже не хочу. Потому что воспринимают как, что это мы цветочники цены поднимаем на праздники. Но на самом деле мы здесь вообще не виноваты. Очень сильно поднялись цены в Голландии, как я знаю, на аукционах на этот период. И в том числе возросли очень сильно тарифы на транспортные услуги. То есть транспортники, логистические компании тоже решили воспользоваться этими праздниками и увеличили свои коэффициенты. Ну и, соответственно, все это и потянуло очень сильное увеличение цены. Я совсем уже замучилась сегодня. Так, что еще хотела вам рассказать? Значит, давайте немножечко поговорим на очень болезненный вопрос о снижении затрат. Как вообще избежать, как снизить списание цветочков? Значит, смотрите, здесь какой нюанс. Конечно же, самое идеальное все продать. Продать сразу, продать пока все свежее, с нормальной наценкой, правильно? Следующий момент. Если мы видим, что не продается цветочек, время идет, и он, вы сами знаете, лучше не становится со временем. Следовательно, второй момент. Рассказываю по своему опыту, как я делаю. Уценяем цветок. Вплоть до минимума. Кто-то по грустному поводу порой ищет цветок какой-то получше, чем гвоздика, то есть какую-то розу интересную, но не готов платить за нее цену выше, чем за гвоздик. В этом случае спасает нас уценка, и мы таким образом, опять же, не списываем. То есть не выкидываем цветок, но его чуть-чуть еще хотя бы с него какую-то денежку имеем. Третий способ. Когда я вижу, что у меня цветок даже в оцененном состоянии не продается, я его засушиваю. Я не жду, пока с него начинает... Подождите секунду. Алло. Ну, да. Понравилось? Все нормально? Ну вот, видишь, а то я все переживала сильно. Все супер. Ну, спасибо. Приятно. Очень спасибо. Спасибо, что позвонил. Хорошо, да, давай, пока-пока. Знаете, когда мне только что звонил, это звонил клиент, который у меня заказывал композицию с сухоцветом. Видите, я вам сейчас как раз рассказываю про то, что я засушиваю цветочек. И потом, да, я потом делаю разные композиции, букетики, и они у нас тут продаются. Вот, в принципе, я и рассказала. Я хотела отдельно рассказать вам про то, что я засушиваю цветы, потом плавно перейти на эти композиции. А тут в итоге, видите, произошел звонок, и я сразу вам все рассказала. В принципе, вот, могу больше ничего не говорить. Ну, ни в коем случае не делайте глупейшую ошибку. Не продавайте полумертвый цветок за стоимость самого-самого свежего цветка. Многие цветочные до сих пор работают по этому правилу. Все равно ни на копейку ниже цену не ставят. Ребята, вы портите в первую очередь свою репутацию. Если вы работаете на потенциального покупателя, на того, кто будет к вам приходить часто в ваш магазин, и именно к вам ехать с букетами, никогда так не делайте. Пожалуйста, умейте следить за тем, какого качества у вас цветок, и, соответственно, со временем постепенно уценяйте, уценяйте, уценяйте. Если видите, что уже все плохо, что не постоит цветок, либо постоит там не больше одного дня, вообще не продавайте. Либо засушивайте, либо возьмите себе, сделайте букет и себя дома порадуйте цветочками. То есть у вас дома просто постоит и порадует вас. Это я вам рассказала. Пойдемте дальше. Еще вам, конечно, покажу. Чем еще хотела похвастаться? Все вы знаете, мою любовь к упаковке крафта, ну и к упаковке, которую называю папирус. Ну, это такая обычная оберточная бумага, очень-очень тонкая, с которой я всегда работаю. И у меня многие спрашивали там, это тишью? Нет, ребят, это не тишью. Это обычная оберточная бумага, упаковочная бумага. А тишью я себе, наконец-то, таки купила. Вот, в таких вот расцветочках специально к праздникам привезла целый набор нежненькой, красивенькой, такой вообще приятной, такой вот именно тишью-тишью. Вот она намного тоньше, чем то, что я называю папирусом. Буду заполнять внутри букет, когда буду оформлять. Возможно, как-нибудь вам покажу. Сегодня никаких букетов я не делала. Мне хватило вот этого холодильника и чистки его. Но и это еще не все. Я еще решила похвастаться, потому что, наконец-то, моя мечта, мечта флориста исполнилась. И я нашла корейскую упаковку. Пока выбрала такие, давайте вам покажу. Такие, видите, оттеночки пастельные, такой вот цвет Тиффани. Пудровая такая розочка. Просто холодный розовый оттенок. Нежно-нежно желтенький. Потом вот такой вот беленький с зигзагами. Не знаю, насколько вам тут видно. Темно-серый выбрала и светло-серый. Потому что я люблю, когда какой-то букет яркий упакован в темную упаковку. Он тогда более контрастный становится. И еще мой любимый сиреневый. Рассказала, похвасталась. Надеюсь, вам это тоже было интересно. Потому что меня периодически спрашивают про упаковку. Что еще вам рассказать? Я недавно не снимала влоги в мастерской. А, давайте вам покажу еще. Ну, вы видели, я там зайчика вам снимала, видео, которого я связала. Да, девочку? Очень приятно, что вы ставите лайки, что вы меня так поддерживаете. Потому что для меня... Я не знаю, почему я просто влюбилась в этих зайек. Я уже вижу третьего. Скоро вам покажу видео про второго зайка. Мне очень хочется поделиться с вами. Меня прямо вот переполняет вообще гордость за саму себя, что я их, наконец-то, делаю, что у меня не получаются. Но хотела вам показать 14 февраля еще, что я сделала. Я вам, по-моему, не показывала. Так, мельком видео вы могли видеть. Вот таких сердечек я сделала на День Святого Валентина. Здесь английский хлопок. Я заказываю через ярмарку мастеров. Выкройку сама рисовала. Просто нарисовала сердечко и все. Все взяли, перевели на ткань. Ткань пополам разрезали, чтобы сделать вот именно один верх такой, низ такой. Спинка вообще из третьего вида ткани, да? Все это прошивалось, все это вручную. Нашивались кружавчики, бантики, вот такие вот подвесочки, хендмейт. Также делала ленточку. Можно повесить на букетик. Можно как брелочек подарить. Ну, мне очень нравится. Я бы себе такое сердечко купила бы. Я думаю, мне было приятно, если бы мне такое подарили. Вот то, что осталось, давайте вам покажу. Вот такой вот зелененький с ангелочком. Ой, вот. Вот, давай, фокусируйся, камера. Вот такие вот сирененькие есть, видите, с котиком. Все они, абсолютно все они с подвесочками. Вот, с замочком такой. Вот еще сердечко, которое мне безумно нравится. Я от него больше всего тащусь. Хэппи написано. Он такой нежный-нежный. Эти наклички заказываю на Алиэкспресс. Ну, и по своей какой-то работе их клею. Они легко снимаются, потом не остается ни клея, ничего от них. Что еще? Ну, по сувенирке у меня как было. Там всякие ангелочки, свечечки. Вот это хорошо всегда на 4 февраля идет. Вот зайчиков же я вот тут вот нашила, навязала. Цветочки вам пока показала. Еще завтра буду довозить. Хочу, хочу ранункулсов привезти. Возможно, пионы привезу. Мотеолу хочу привезти. Знаю, что на один склад она приехала. Я сегодня посмотрела. Вот, думаю, завтра поеду, поеду еще довезу. Потому что этого, конечно, очень-очень мало. Я уже так заработала. Еще даже не знаю, сколько время. Пол шестого. Я работаю сегодня тут до семи. Хотя, наверное, до восьми чуть-чуть побуду. Сейчас сяду, помонтирую это видео, что я вам сегодня снимала. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, не скучно. Возможно, вы узнали что-то новое. Напомню, с вами была Оля. Вы были со мной у меня в мастерской. Я готовлюсь к 14 февраля. Меня ждут очень активные, плодотворные рабочие дни. Поэтому желаю себе успеха. Желаю вам успеха. И пусть у нас с вами все получится. Пусть эти дни пройдут просто вот так вот, вот так вот классно. На этом, наверное, все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить каждое новое видео. Очень вас всех люблю. С наступающими вас праздниками. И, кстати, сегодня начинается масленичная неделя. Поэтому не забывайте, что на этой неделе надо есть много-много блинов. И ходить друг к другу в гости. После 14 февраля я именно так и поступлю. Пойду к кому-нибудь в гости кушать блины. Все. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok